Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать ваш вопрос Вы его задавали довольно давно уже вот, но я так спрят лучшего ответа не сделали до сих пор поэтому соответственно давайте попробуем подумать, что с вами произошло итак что произошло где я сделал ошибку как винить себя и остаться хорошей мамой ну ошибку вы сделали наверное в том что самый первый момент, когда ваш муж проявил агрессию вы не отреагировали жестко вы не придали этому значению а надо было надо было и он не запомнил у него что это не отложилось и он понял что с вами так можно он понял что с вами так можно и начал активно это продвигать так проще так удобней так легче так комфортней ну и то что это своего рода компенсирующий механизм да то есть вот ну компенсирующий механизм что это значит ваш мужчина он не работает и не работал в общем то и он не может не чувствовать себя из-за этого ну скажем так не полноценным то да он может быть полноценным партнером но полноценным мужчиной он не может быть хотя бы потому что вся наша история именно вот история СНГ это история классических мужчин которые работают и обеспечивают своих женщин хотим мы этого или не хотим мы этого но это так и когда ваш мужчина оказался вот в такой ситуации что он не мог работать не мог зарабатывать не мог обеспечить вы зарабатывали больше чем он то как бы он вам не доказывал вам и себе что для него это нормально что бы он ни говорил это не нормально для него потому что скорее всего его отец работал скорее всего он видел как его отец работал и скорее всего это его глот ну всегда глотал и внутри но до определенного момента просто не он не позволял этому прорываться а может быть его может быть он смирился и так далее вот и вот здесь наверное и кроется та самая ошибка ваша то есть вы позволив работать себе по сути ну приучили муза к тому что он не работает к тому что он на вас к тому что он это по сути такая женщина ну я без я без негатива какого-то говорю вот потому что тут как бы никакого негатива быть не может просто ну так роль женского него домхозяйка сидеть с ребенком и так далее вы работаете то что вы то что вы ммм то что вы зарабатывали больше чем он ну это опять же понятно то понятно вы зарабатывали больше чем он но его это задевало все время внутри но поскольку жили вы хорошо то мириться с этим ему было относительно легко а вот когда вам стало тяжело тут ситуация поменялась ну давайте обо всем по порядку да давайте обо всем по порядку так я выросла в благополучной полной семье и с сестра мне 31 год сколько мужа лет вы не сказали а жаль потому что это было бы очень эээээ полезная форма информации здесь с моим мужем мы уже 15 лет вместе так срок действительно большой 15 лет это а ну вы начали встречаться со школы Я человек очень целеустремленный, с детства у меня был четкий план того человека отчаять жизнь. Угу. Угу. Ну, опять же, это здорово. Если у вас полная и благополучная семья, то это здорово, что вы знаете, знаете, чего хотите от жизни. Кстати говоря, не каждый мужчина знает, чего хочет от жизни. И еще этим вы своего мужа, может быть, как-то принижаете сами того, как не желая, конечно. Так. Закончил институт с красным дипломом, устроилась крупную компанию в большом городе. Как карьера очень быстро пошла вверх, я очень хорошо зарабатывал и получал кайф от работы. Ну, в общем, идеально все складывалось. Только вот, знаете, муч вам нужен был для гармоничной семьи, да, вот вы знаете, что... Вот ваша семья, да, посмотрите на вашу семью, на ваших родителей. Как там выстроены отношения. То есть, вот есть, например, мама, есть папа, и каждый осознает свое место. Так. Каждый понимает, какую роль играет семья. Да, семья это роль. Это роль. Это роль. Это роль. Вашу семью. Вашу семью. Ну, то есть, вы семью. Свою семью. Примерно одинаковый склад. И если человек это чувствует, то склад одинаковый. Ну, скорее всего, скорее всего, скорее всего, проблем не будет. По-другому складывается ситуация, когда такое ощущение нет. Здесь у нас складывается совсем иначе. Потому что, в этом случае, в случае, если ощущение, что вклад идентичный, нет, возникает недвижимость. Ну, та самая, которую вы сейчас испытываете. И у человека копится негатив. И вот, как это видится мне, это произошло с вашим мужем. С вашим мужем произошло именно это. У него всегда было ощущение, что он недостаточно вкладывает в свою семью. Но до поры до времени его все устраивало. Пока не произошли какие-то обстоятельства, да, не наступили. Но о них, опять же, чуть позже. Чуть позже, я о них обязательно скажу. Далее. Мы же начали встречаться еще в школе. Потом он приехал ко мне, когда я учился в институте. И мы начали жить вместе. А куда приехал к вам? В вашу квартиру или как? Так. За все это время было, значит, много хороших и плохих дней. Ну, как у всех. Мы были счастливы, притягали друг другу, устанавливали общие правила. Мы ответили на том, что он будет сидеть дома с ребенком, а я буду зарабатывать деньги. Пошли. Ну, это вот ключевой момент. Я хотел быть таким, чтобы мужчина высказался по этому вопросу. Ну, как показывает практика, моя, женщина переносит это спокойно, сидение дома с ребенком, мужчины нет. По крайней мере, вот, мужчины из СНГ. Я, конечно, зарабатываю в разы больше не больше его. Мы делили за мой счет в квартире, которую купили мне мои родители. Ну, то есть, мужчина вообще-вообще ничего в семью не вкладывал, получается. Ничего его не было. Да, ему и число общее, но он ничего не делал. Он был сиделкой для своего ребенка. Он был мамой для ребенка. Мы были все мужчины. Он был внимательный и любящий. Понимаете, подобная позиция, она подходит для мужчины, который хочет быть ведомым. Тут можно говорить о многих моментах, да, то есть, почему появляются мужчины, которые хотят быть ведомыми. Как они образуются, значит, и так далее. Тут можно говорить, в общем, об этом долго. Вот, мы с вами об этом именно говорить сейчас не будем. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту важную вещь. Что только тот мужчина пригласится на такую вот роль, который готов быть ведомым. Вы же говорили о том, что вы притирались. Вы же говорите о том, что вы устанавливали какие-то правила общие. И в итоге сошлись. То есть, именно сошлись. В результате, в результате ваших общих усилий. Вы сошлись. Представляете, такое перемирие базовое получилось у вас. Ну и, соответственно, нельзя говорить о том, что мужчина привык быть ведомым. То есть, хотел быть ведомым. То есть, комфортно чувствовал себя. Выносим, да? Комфортно чувствовал себя? Неизвестно. Но вы верили тут, что все хорошо. Во время беременности начались военные действия. Выносили переезд на наш с ним малую родину к родителям тяжелой роды. Доченька родилась для Ромы, но я долго отходила физически и эмоционально. Я не знал, когда все это началось. То ли после официального брака, то ли после родения ребенка. Так, смотрите. С ребенком, со своим мужем вы в официальном браке два с половиной года. Что интересно? Больше десяти лет вы ездили в городском браке. С чем это связано? Не в тем ли случайно, что мужчине не нужен был брак с вами? Не в тем ли случайно, что мужчина все устраивало? Вот, понимаете, это вот тоже вот такой момент, который, ну, нужно как-то прояснить. Понимаете? Потому что он, этот момент, он, ну, такой, знаете, странный. Вы столько лет жили в городском браке. Почему-то. То есть мужчина вам предложение не делал. А предложение он сделал только тогда, когда вы решили, ну, когда родился ребенок. Причем, как я понял, официальный брак наступил уже после начала военных действий. После начала конфликта. После начала проблем. И тоже непонятно, почему именно в это время вы решили, ну, почему именно в это время вы решили пожениться. Чья это была идея? Идея, опять же. То есть это была идея ваша или это была идея все-таки его? И так далее. То есть эти моменты, они неисты, неисты. Но в любом случае, в этом прослеживается один важный момент. А именно. Такой момент, что ваш мужчина безинициативный. Ну, вот просто безинициативный мужчина. Можно, опять же, сколько угодно говорить о том, значит, что сделали ли вы его таким. Или он такой был всегда. Вот. Но факт, это факт. Да? Вот. И после официального брака, когда мужчина понял, что он муж, а не просто партнер. Цело это вот место заложилось. И он стал агрессивным. Что такое агрессия? Агрессия это реакция человека на потерю объекта, которая приносит удовольствие. По моей стороне. И агрессия. Проявление определенных противоречий с другой стороны. Вот если в человеке сталкиваются несколько противоречивых тенденций. Например, мотивация. Например, мысли. Например, убеждения. Например, какие-то стремления и прочее, прочее. То в этом случае человек ведет себя агрессивно. Потому что агрессия в данном случае и почти всегда, она помогает защищать психику. Агрессия защищает психику человека от травм в результате этих самых противоречий. Агрессия это, по сути дела, слик негатива. Ну и, соответственно, я вашего мужчину не оправдываю, конечно. Я просто говорю о том, что отдаете ли вы себе отсчет, что такое агрессия? И чем ее, как говорится, едят? Понимаете ли вы это? Вот. Поэтому я думаю, что вот так. Соответственно, это должно помочь вам посмотреть на поведение мужа с такой стороны и подумать. Не жалеть его, как вы это делаете сейчас. Потому что жалость она негативно сказывается на человека. Жалость она приводит к регрессии. То есть, если мне кого-то шалка, я его поделил, человек регрессировал, все. Распитие не нужно. Поэтому жалеть мужчину не стоит. То есть, у него проблемы, да? Да. Можете ли вы помочь ему в решении проблем? Ну, опять же, опять же, опять же, постольку поскольку. Есть вопрос в слове. Потому что, классический, если подходить, с классической точки зрения, с точки зрения классического разделения ролей, то не должны, не должны. Мужчина должен сам, сам со всем справляться. Но у вас отношения немножко другого типа и, как бы, вы ситуацию привыкли брать в свои руки. Ситуацию привыкли брать под контролем своим собственным контролем. И, соответственно, если это так, если вы привыкли ситуацию держать под своим контролем, то я думаю, что мужчине можно помочь. Действительно, можно постараться для него что-то сделать. Можно постараться как-то направить его. Можно постараться дать ему необходимые ресурсы для этого. Можно подогнуть его к этому. То есть это, конечно, не работа. Нет. Это не работа. Это не его поведение. Это не его отношение к работе. Это именно, вот, может быть, больше самостоятельности, может быть, больше ответственности. Может быть, наоборот, ответственности ему нужно меньше еще. То есть он не приходит к этой ответственности. Вот. То есть ситуация здесь вот такая. Ситуация здесь вот такая. И надо сказать, надо сказать, что зависит здесь, конечно, от вас. К сожалению. К сожалению. Зависит это от вас. И только от вас. Не от кого больше. Супернижайтесь. То есть если вы сможете направить своего мужа, сможете понять, что ему не хватило, что ему нужно, чем он нуждается, то у вас все будет хорошо. При условии, если вы при этом и обидите его, то есть будете обещать его тем, что не будете принимать его поведение вот такого вот по отношению к вам. Если не сможете, то ваша семья в любом случае тогда распадется. Потому что будет больше ненависти, будет больше злости, а это, неизвестно, то же самое, что и агрессия. Далее. Значит. Искать помощь сначала, чтобы уйти из дома. Но ему не комфортно. Потому что, возможно, он чувствует себя в этом доме так, что он должен работать, он должен содержать семью, а он не может этого сделать. Если он понимает, что равняться ему нужно на вас, на ваш доход. Потому что он, понимаете, он конкурирует с вам. Он не хочет зарабатывать меньше, чем вы. Это для мужчины нормально. Вот именно этим целеватом как раз то, что вы и работаете. То есть, если женщина, грубо говоря, сидит дома, и мужчина там, ну, мужчина работает, она же с ним не конкурирует никак, она же с ним никогда не конкурирует. А если женщина работает, то мужчина он, да, мужчина он конкурирует с ней. К сожалению, опять же, опять же, к сожалению, он конкурирует с женщиной, потому что женщина чувствует себя, ну, чувствует себя ниже, чем она. И в отличие от женщины, ему это чувство невыносимо. Что он ниже находит всем, ну, всем женщинам. И у него появляется что? У него появляется желание – это изменить. У него появляется потребность – это изменить. У него появляется необходимость – это переделать. А как он может это переделать? Ну, понятно. Понятно, что только через вот такое поведение, какое он и продвигает вам, к сожалению. Понимаете? Вот этим и чревато такое вот отношение. Этим и чревато подобное поведение, поведение по отношению к мужчине. Далее, значит, эм, так. Вот целое поведение, да, что он не хочет меня слушать, значит, не хочет брать от своей силы меньше чем за 10 тысяч. Чего, правда? Непонятно. А мы постоянно ругаемся, меня не выстраивать с него ни дома, постоянно все на мне, а он стал злой и разразительный. Потому что на него навалилось сразу много ответственности. Ответственности, а он к ней не готов. И вот, вот я плохая сощайка и плохая мать. Ну, правильно, он привыкнул все на вас. А вы вдруг стали нам иногда саботиться, чем он привык. Оттуда разразиться. Знаете, когда люди долго живут вместе, они привыкают видеть друг друга под определенным углом. Они привыкают видеть друг друга в определенной ипостаси, скажем так. И естественно, что когда ситуация меняется, когда ситуация становится другой, люди перестают воспринимать друг друга. Потому что, как, всегда было так, я привык, а тут уже как-то иначе. Ну, что это? Что это такое? Это ужасно. И человек отказывается, как, принимать то, что есть. Человек отказывается, ну, человек отказывается, как бы, мириться с тем, что произошло. Вот, собственно, именно так ситуация и возникает. То есть, знаете, почему людям в браке, например, нужно быть, по возможности, разными? Потому что, возникает привыкание, и с привыканием уходит возможность принять человека таким, какой он есть. И в этом и заключается трагедия, что вы привыкли друг другу определенным, вы привыкли к музе более таксадистым, таксадистому, он привык к вам как более самостоятельный, более независимый. А в итоге все поменялось. И каждый из вас теперь не готов друг друга таким принимать. И отсюда раздражение. Отсюда раздражение. Поэтому вам нужно либо сделать первый шаг, чтобы принять новое мнение, если вы хотите сохранить отношения, либо вновь вернуться в ту свою форму, которая изначально у вас была. Ну, у вас такой возможности нет. Потому что, ну, вы работаете, но получаете мало. Вас это, вас это не устраивает. Сколько, сколько вы получаете. Ну, оно и понятно. В принципе. Ну и соответственно, либо вы своего музе принимаете, либо... Опять же, первый шаг нужно сделать вам, раз вы обращает. Так. Ну, а он, он, он так и не знает, что он хочет, он так и не выработал свою какую-то единую позицию. Потому что эта единая позиция, она постоянно рушится. Он, что, проявляет агрессию, через агрессию пытаясь как-то обрести имущественность, которой у него нет в достаточной мере, то он сразу же жалеет об этом, о том, что сделал. И все, в общем-то, идет по кругу. То есть мужчина, очевидно, не способен. Мужчина не способен справляться с трудностями. Мужчина не способен преодолевать трудности. При этом у него есть такая мужская черта, да, как гордость, как упрямство, молюбие и так далее, и так далее. Это черта, мужские черты, черты. И они, конечно, мешают, очень сильно мешают. Но вы почему-то эмоционально вовлекаетесь в то, что говорит вам ваш муж. Он, наверное, не понимает, что сейчас ему, вашему мужу, это нужно. Ему нужно вот то, что он вам говорит, ему нужно то, что он делает, и он в своей агрессии, как бы это ни звучало, он говорит не с вами. Он не на вас обращает ее. Знаете, человек не может контактировать с другим. Человек не может контактировать с другим, если у него, как бы, тяжелое эмоциональное состояние. В этом случае человек может контактировать только с собой, но через другом. Так поступают люди, которые не привыкли говорить о своих чувствах. Так поступают люди, которые не привыкли обсуждать свои чувства. Так поступают люди, которые не умеют пользоваться эмоциональным интеллектом. Своим эмоциональным интеллектом. И это, к сожалению, довольно серьезная проблема для них, в первую очередь. Конечно. Вот. И только в спокойном состоянии человек может разговаривать с другим, только тогда он может его услышать, только тогда он обращен на него, а не на себя. Поэтому, поэтому, вот, об этом рачи не забывают. Что, когда мужчина агрессирует на вас, он это делает не на вас, не в адрес вас, он это делает. Он это делает именно с собой. Он с собой. Он разговаривает. В этот момент. Вот. Поэтому, я думаю, что вот это вам нужно очень хорошо, железно запомнить. для того, чтобы в дальнейшем не вовлекаться эмоционально в то, что происходит. Вы же все за чистую монету принимаете. И в этом ваша проблема. Опять же, за чистую монету. Почему? Потому что в себе не уверены. Правильно? Потому что нереализованность чувствуете. Но нереализованность у вас не из-за муза. Нереализованность у вас из-за форс-мажора, который произошел. И муж здесь не причем. Хотя вы обвиняете его в этом. Ну, просто потому что нужно хоть кого-то обвинить. Да, ситуация неприятная. Вы вынуждены обращаться к родителям и так далее. Ситуация неприятная. Согласны. Родители для того и нужны, чтобы помогать, когда это нужно. А когда будет нужно, вы поможете им. Так что я думаю, что в этом, в принципе, все более чем нормально. То есть не нужно придавать этому какое-то значение. Я уверен, что родители счастливы, что могут вам помочь. И, в общем-то, делают это без каких-либо проблем. Для себя. Совпало с депрессией и апатией. Так, ну, депрессия – это тяжелое психическое заболевание, которое диагностируется врачом и лечится соответственными медикаментами. Если у вас действительно депрессия, то, как вы понимаете, вам нужен врач. Вот. Если у вас длительно, длительно, длительно это… Обычно это просто состояние, когда плохое настроение, подавлено, но это не депрессия. Апатия – это, в сути дела, одна из форм выращения противоречий. То есть человек так выражает противоречия, то есть вы так защищаетесь. Вы же человек деятельный, вы же человек целеустремленный, а тут у вас такие вот противоречия неразрешимые. И, естественно, что вы впали в апатию. Апатия – то самое, что и агрессия у вашего мужа. То есть, иными словами, это защитная реакция. И нужно адекватно это воспринимать. Адекватно воспринимать то, что с вами сейчас происходит. Это нормально. Абсолютно нормально. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего ненормального в вашей апатии. Нужно, чтобы обстоятельства, которые породили апатию, ушли. Но, опять же, это сделать не так просто на самом деле. Потому что, как бы, вы сейчас в ситуации-то довольно тяжелой находитесь. Вот. И как это думается мне, как это думается мне, что если вы находитесь в тяжелую ситуацию, то становится нам нужно просто делать то, что в ваших силах. Вот, что в ваших силах, то и делайте. И все. Мудр своего воспринимайте спокойно. Дальше мы с вами идем. Так. Ну, понятно. Это депрессия. На сердце. А педагогичное дело не осталось из следа, и это съедает меня изнутри. От следа, пати. Просто чувствуете, что вы не являетесь сами собой, но, соответственно, нет у вас возможности себя проявить. Хочу бродить все и уехать с ребенком домой. Начать все от начала я смогу, я знаю. Он не хочет возвращаться, так как боится, что там происходит. То есть мужчина боится. Ну, вот знаете, вот. Вы не боитесь, а мужчина боится. Ну, у вас, ну, вот в этом проблема, понимаете. Что мужчина боится, что вот, а вы нет. Вот отсюда проблемы. Кто останавливает? Понимаете, что вы так своей дочери только вредите такой вот модели поведения. их поведения. Понимаете ли вы, что вот такой моделью поведения, так вот так, вы только во вред действуете ребенку. Потому что ребенок, он чувствует. Ребенок, он чувствует, как вы себя ощущаете. И как бы, соответственно, соответственно, если ребенок чувствует, как вы себя ощущаете, то логично, логично предположить, что это же передается и ему. Вот то, что вы делаете со своим ребенком, не уезжая, а терпя все эти скандалы. Я тоже уверен, что вы сможете. И я также уверен, что мы уверен более чем, что мы приедем за вами. Понимаете, что будет вас уже никуда. Понимаете, что скучает по вам. И, собственно говоря, все войдет в норму. Ну да, война, да, опасность, но что поделать. Что поделать. Далее, значит, так. Почему-то я не могу решиться. Потому что вы сейчас переключились в режим классической женщины все-таки. И вы, чувствуя агрессивного мужчину рядом с собой, эффективно ждете, что он вам, ну, все-таки даст ту самую защиту, которую вы ожидаете. А он вам ее не дает. И, к сожалению, он вам ее и не даст. Потому что мужчина не может этого сделать. Мужчина не может дать вам того, что нужно. А вы почувствуете себя. Так. Уже. Социум может быть такой еще и потому, что вы родили ребенка. И ради ребенка ваш организм перестроился, он уже стал немножко другим. И, став другим, вы поменяем источник. Вы стали другой. Сейчас вы уже не такая рисковая, как раньше. Сейчас вы уже не такая, ну, скажем так, отважная, как раньше. И, соответственно, из-за того, что вы не такая отважная, как раньше, а это произошло именно из-за рождения ребенка. Вот именно ребенок заставил вас ощутить матерический инстинкт и почувствовать себя матерью. А мать – это все-таки именно та, кто защищает своего ребенка. Мать – это та, кто все-таки оберегает своего ребенка. Мать – это та, кто полагается на мужчину. А на мужчину, понятно, но его вы положиться не можете. А вот вы поменялись. И вот именно то, что вы поменялись, ну, вот как это видится мне, а что вы стали другой. Вот эти изменения, которые с вами произошли, я рекомендую эти изменения не отталкивать, не игнорировать. и как следует подумать. Не потому ли вы хотите, значит, ну, остаться, не потому ли у вас нет решимости, потому что вы стали другой. В памяти своей вы еще та же, а по факту вы уже другая. По факту вы уже другая. И осталось, чтобы свои изменения принять. Вот мужчина, например, он не хочет себя принимать. И вы себя не принимаете. Если вы прислушитесь к себе и спросите себя честно, вы готовы ребенком рискнуть? Например, своим там, где поехал туда, там, где война. Например. И теперь вы не дадите однозначного ответа. Потому что вы теперь, вы теперь не только женщина, не только сотрудник, не только профессионал, но вы теперь еще и мать. Это накладывает все-таки довольно серьезные ограничения на вас. Минуты ссор я чувствовал к нему ненависть. Правильно, потому что он не позволяет вам быть той, кто вы есть сейчас. Еще большую злость на себя. Да, то есть, что терплю это и хочу развестись. Где-то непонятно. Вы злитесь на себя за то, что терпите и хотите развестись? Или вы злитесь на себя и поэтому вы хотите с ним развестись? Вот тут вот непонятно. Но в любом случае, злитесь вы на себя, потому что вы себя не принимаете. Нужно понять, какая вы сейчас, на данный момент. И с этим уже разбираться. Проходит время и появляется привычка. И огромное чувство собственной нереализованности. Ну вот у вас противоречие следит сейчас. Вы хотите реализовывать свои, с одной стороны, с другой стороны, у вас масса. С одной стороны, я не хочу быть человеком, который... Не хочу быть человеком, который лишит ребенка любящего отца. Но вы знаете, лишив ребенка любящего отца, вы убередете его от скандалов, от ссор, от травм, которые вслед за этим идут. Понимаете? То есть здесь как бы момент такой. Либо вы даете ребенку любящего отца, либо вы... что? Либо вы даете ему спокойную жизнь. Спокойную и адекватную жизнь вы даете ребенку. Вот. Ну я, если честно, думаю, что выбор очевиден. И да, ребенок может быть вас и не поймет в правде. Ребенок может быть и вас не одобрит ваше решение, ваше мнение, да, он не одобрит. Но зато в будущем он обязательно скажет вам спасибо за это. Просто потому, что вы избавили его от травматичной ситуации. И это нужно так же понимать. Поэтому здесь ваше чувство вины перед ребенком, оно совершенно неуместно. И скорее всего является результатом более глубокого чувства вины, которое у вас есть по отношению к ребенку. Например, такое, что вы не можете дать ему все, что он... все, чего он достоит. Например, например. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы давно подумали. О том, что вы делаете, находясь здесь. А вы подставите ему жизнь по сути. Вспомните свой мотив, ради которого вы оказались там, где вы сейчас. Вспомните мотив. Я думаю, что ситуация сразу станет станет более ясной. Так, с другой стороны, мы вместе так долго, мы один живой организм, который при разрыве будет сотрываться с болью и кровью. Ну, и вы уже перестали быть организмом, потому что мужчина на своей волне не принимает себя, вы на своей волне не принимаете себя, вы уже не живой организм. У вас действительно связывает привычки. Приятно. Но у вас, вас в меньшей степени, в меньшей степени, вас в меньшей степени это связывает, потому что вы более самостоятельны. Но нужно понять, что такой, как раньше, самостоятельный, вы не будете. Вы будете другой немножко. Это важный момент. Понимаете? Что-то вы остались тоже, но вы чуть-чуть, чуть-чуть. Вы чуть-чуть другая уже. Потому что ребенок родился. Вас. И ребенок никак не мог не оставить вас без изменений, без пример каких-то адекватных. Вот так. Так что, я думаю, вам нужно, с одной стороны, обнимать, как я сказал, попробовать принять своего мужа, попробовать помочь ему, если не получится, то уезжать. И делать все то, что вы сможете. Но уже действовать более умнее и, значит, более умнее действовать, это означает не давать мужчине такую уж активную роль мамы, как вы давали ему, давали своему мужу. То есть мужчина все-таки не должен конкурировать со своей женщиной. Мужчинам все-таки должен быть мужчиной. И должен соглашаться, должен получать кайф от того, что он ведомый. А если он кайфа не ловит от этого, то, как вы, от работы, значит, беды не миновать. Я думаю так. Развестись всегда успеете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.